Время чудес и подарков. В ДК тысячестолетий города стартовал марафон новогодних представлений. Сегодня на благотворительную елку были приглашены дети из многодетных и малообеспеченных семей. На сказочном представлении Народного театра «Скомарок» побывала и наша съемочная группа. Полный зал восхищенных глаз. Самая требовательная и в то же время благодарная публика с замиранием сердца следит за динамичными перипетиями сказочного леса. Постановка новая, сюрпризов и внезапных поворотов сюжета более чем достаточно. В спектакле задействовано более 20 участников, начиная с 50 лет и кончая с 10. Так что все ребята у нас, которые на сцене, артисты наших театров. Добрый спектакль с заводными песнями и яркой хореографией сплотил зал. Вместе с забавными персонажами, залихвастки отплясывающими на сцене, прямо в проходе танцевали дети. Малыши чувствовали себя в центре новогодней интриги и не могли усидеть на месте. Традиционно на первом плане Дед Мороз и Снегурочка. Для них это уже не театральная игра, а своего рода высокая служба. Во имя веры детей в новогодние чудеса и желания, которые непременно исполнятся. Каждый год для нас как в первый раз. Мы очень волнуемся, очень хотим, чтобы детям и взрослым понравилось, чтобы мы несли людям радость и чтобы они, смотря наше представление, учились чему-то доброму и хорошему. На этой елке пытаемся сделать счастье. Для детей мы стараемся только для них. Игры, конкурсы, хоровод вокруг огромной нарядной елки. Лучшие традиции Мурома живут и в таких благотворительных праздниках. Мне очень понравилась сказка. Мне понравилось сказке представление само. Оно очень привлекательное, красивое. Были очень яркие современные костюмы. На первом новогоднем представлении на главной сцене города сегодня побывало более 300 детей. 30 декабря ДК «Тысячестолетие» ждет в гости воспитанников Муромского детского дома. Елена Петрова, Александр Барсуков. Новости. Муром.